Доброе утро! На лыжных трассах Антамансийска. Более того, я скажу, что очень много молодежи и даже как-то это очень приятно, потому что лыжные гонки – такой популярный вид спорта у вас. Так, сейчас 10 числа состоится контрольная тренировка. В двух словах, вот для непосвященных во всю эту кухню, что это такое? Это соревнования, это турнир, это просто посмотреть, просто побегать. Что это? Ну, значит, с точки зрения тренировочной деятельности, конечно, это просто контрольный старт, определенная точка отчета для спортсменов и тренеров, как мы потренировались, в общем-то, на заключительном этапе подготовительного периода. А с точки зрения все-таки вещания, которое будет у нас до 10 числа, это все-таки популяризация нашего вида спорта. За это, конечно, большое спасибо Югро Мегаспорту, вашему телеканалу, вообще Антамансийску и все, кто будет занят в этом шоу, будем так говорить. Скажите, прости перебила, а вот результаты этих гонок на что-то влияют? Ну, я думаю, результаты влияют на мнение тренерского состава и есть время еще сделать какие-то коррективы, но это как контрольный срез, это и называется контрольная тренировка. Ну, и хотелось бы добавить еще немножко другое, что благодаря поддержке страховой компании Югория у нас есть такая возможность это дело показать изнутри, как тренеры работают, как спортсмены тренируются. И в этом как бы заключается интерес, что не прямо такой жесткий старт, а самое главное, что вот это изнутри, как они на секундомере это работают, показывают. И почему ребята начали к нам приезжать, потому что работники Югро Мегаспорт единственные в России, которые выкладывают снег в столь ранний период и условия снежные, и рельеф, который сейчас сделали первый раз в этом году, сделали тяжелый подъем. Ребята очень довольны, и там можно провести очень хорошую работу, именно подготовиться, кому к этапам Кубка мира, кому к континентальному Кубку, кому к первому этапу Кубка России. То есть здесь условия для проведения первого сезона. Но здесь будет как? Как будут отбираться? То есть лучшие из лучших поедут куда? У нас уже запланировано, еще раз повторяю, контрольная тренировка это не отбор, отбор будет следующим этапом. Значит два человека поедут у нас уже отбираться в Финляндию, войдут в состав, основной состав сборной России и будут участвовать в отборочных соревнованиях с целью последующего участия в первом этапе Кубка мира. Кубка мира в финском местечке, рука город Кусама. Если получится отобраться, это здорово, если не получится, то они скорее всего вернутся на континентальный кубок, Кубок Восточной Европы. На который едет вторая половина спортсменов вместе со мной, с тренером и городок Вершина Тея, в котором пройдет этот этап. Еще части, четверо человек поедут в Казахстан, город Щучинск, где пройдет как раз первый этап Кубка Восточной Европы. Это вот такие у нас на данный момент на первом этапе задачи. Мы постараемся их реализовать. Но еще раз повторюсь, что здесь мы должны посмотреть, насколько спортсмены потренировались в заключительном этапе. А есть уже какой-то список фамилий у вас? У нас он есть. На карандаше, так скажем. У нас он есть, конечно, не буду сейчас озвучивать. Хорошо. Но, что касается спортсменов, в любом случае мы и наши взгляды прикованы по большей степени к югорским спортсменам. Есть те, кто сейчас на должном уровне показывает хорошие результаты даже на тренировочном процессе? Футболки с чьим именем нам пора распечатывать? Да, ну у нас примет участие Евгений Дементьев, это в обязательном порядке. Да, и не будем говорить, что Сергей Устюгов сейчас тоже готовится, уже у него другие цели и задачи к Олимпийским играм. Ну и ряд спортсменов, которые с разрешения тренеров сборной команды страны мы допустим для того, чтобы они показали свой уровень. Но это тоже контрольный срез именно для наших ребятишек посоревноваться с сильнейшими лыжниками страны. Мне бы это было очень приятно и достойно, если бы я был в таком возрасте. Ну вот помимо хорошего подъема, что сделали сейчас в центре, чем еще привлекательна вот эта площадка? Потому что, ну, приехали с Рамзал, там высота, по-моему, 2700. 2700, да. Это же сколько у нас, кстати, ну как в этом соотношении высотном, какая у нас высота? Есть она у нас вообще в центре Евгений Дементьев? Я немножко скажу, да, я немножко скажу, что на высоте 2700 вы развивающие работы не сделаете, если углубляться в тренировочный процесс, потому что там тяжело нехватка кислорода. У нас здесь идеальные условия. Быстрый снег, который наш прошлогодний искусственный, он как раз те же условия, которые будут находиться на этапах Кубка мира, если мы берем там высший пилотаж. Да, высший дивизион. Условия для этого проведения просто идеальные. Я думаю, они просто должны хорошо, правильно выстроить тренировочный процесс и здесь провести развивающие работы и там показать хороший результат. То, что Татьяна Сорина показала в прошлом году, с Егором они здесь подготовились, остались очень довольны. Ну, здесь ряд причин, что они не смогли приехать, олимпийский сезон, есть там небольшие проблемы, которые сейчас они решают, но основная часть приехала сюда и здесь будет показывать, на что достойный. Ребятам нравится, тренерам нравится, условия есть и это самое главное. Ну, это очень круто, да. Ну и 10 числа, собственно, в эфире телеканал Югра, мы сможем воочию, точнее не в эфире телеканала Югра, а благодаря телеканалу Югра, трансляция будет на Ютуб канале, поэтому мы можем воочию посмотреть всю кухню, весь этот внутренний тренировочный мир. Болеем за Россию, болеем за Югру, вам спасибо огромное. Спасибо вам большое. Доброго утра желаю вам. До свидания. С гостями прощаемся, с вами живется 2, 2,5 минуты, дождитесь.